Мы, опять же, не совсем довольны тем, что мы взяли три очка. При всем при этом все будущее команды, оно в наших руках. Две победы в двух оставшихся матчах, я думаю, позволят нам выступать турнир и ФНЛ на следующий год. Это мы сказали ребятам в раздевалке и к этому мы идем. По игре мы встречались с одной, наверное, из самых атакующих команд и играющих в интересный современный футбол. Команда, которая достаточно много забивает. Нам хотелось победить, к сожалению, ничья 1-1, но мы с высоко поймете на голову и идем дальше. Пожалуйста, вопросы. Вы уже спросили у Бирюкова, его удалили за все-таки этот фолл, что там в итоге крое уголки перебывали, все-таки он что-то сказал кому-то арбитру или игрокам? У нас футболисты достаточно дисциплинированные, мы пытаемся не получать клуб их в жортах и красных карточек. Как мне кажется, опять же, это мое мнение, что арбитр, наверное, удалил эмоционально, увидев кровь у вратаря соперников. Наверное, за это я могу предположить. Моноковский в перерыве вышел. Как оцените игровые действия? Со стороны показалось, что он гораздо лучше руссокрасыгравный, вообще, так сказать, улучшую игровую футболисту. Ну, оценку футболистов мы всегда оставляем в раздевалке и на разборе мы им скажем, кем довольны, кем не довольны. В целом могу сказать, что второй тайм, особенно его первая половина, она была более целостная, чем игра в первом тайме и очень тревожная концовка. Пожалуйста, еще вопрос. Сергей Александрович, вы традиционно делаете замены в перерыве. Не сказалось ли это на сегодняшний матч? Потому что как раз замены в конце, может быть, и не хватило? Ну, замены в перерыве позволили нам забить быстрый гол после перерыва. Наверное, неоправданно. То есть замена в перерыве планировалась? Это не ошибка состава, это планировалось? Замена в перерыве, она была вызвана игровой ситуацией, складывающейся на поле, и тем, что нам надо было забивать гол. У Провича насколько серьезные повреждения? Или пока непонятно? Пока непонятно. Завтра обследование, сразу тяжело сказать, но мышечные повреждения, Прович мужественный человек, и так бы просто он с полю не ушел. Наверное, у него ушли серьезные. Еще вопрос. Остается проблема подачи угловых, почему-то все время на ближний штамп приходят высокие защитники, и сегодня две острые контратаки с угловым получили. На это уделяете внимание? Если можно, оставьте свой телефон, пожалуйста. Я отдам его ребятам, задайте им этот вопрос, мы им его задаем. Хорошо. Мы с вами на одной из первых пресс-конференций встречались, и вы сказали, что, возможно, какие-то будут и дополнения в тренерском штабе. Сегодня в конце матча Макарчук активно просил замену, но его никто не увидел. Когда последняя замена была сделана, он доигрывал, скажу так, на моральных болевых, дай Бог ему здоровья и спасибо за это. Но была опасность, что с его флага можно пропустить атаку. Все-таки тренерский штаб, который, я понимаю, вы не можете контролировать все на поле, но есть люди, которые отвечают за замену и за тех игроков, которые просят замену в своем физическом состоянии. За все, что происходит на поле, отвечает главный тренер. И если обратить внимание, у нас и Ваня Олейников попросил замену, и попросил замену сразу Макарчук. Поэтому, ну, сделали такой выбор, сделали, как сделали. В нем попросили замену, замена осталась одна. Молодец Макарчук, что выдержал в этой ситуации, перевел до конца. Надеемся, никакого повреждения нет, и в следующий год будет играть. Спасибо. Почему Кагермазов остался в запасе? Какое-то повреждение имело место быть, или все-таки это решение вы приняли в контексте игровых кондиций? Конечно, мы приняли это решение. Просто позиция Кагермазова фланговой группы обороны, как у нас играли молодцов, и как у нас выглядела проища на этой позиции нас устраивала. И вообще мы изменения в линии обороны делаем крайне редкой. И ту зыбкую, так сказать, стабильность, которая у нас есть, ее нарушать не надо было. Поэтому не игру. Ну, учитывая хороший матч, это же проигрывал с Томбовым, и сегодня, в общем-то, в последние 10 минут он достаточно активно вышел. Есть шанс, что мы его последним двухматчем все-таки в стартом составе? У всех, кто в команде сейчас, в данный момент, есть шанс, что они выйдут. Нам сейчас надо залезать в раны, посмотреть, как мы перенесли эту игру, кто восстановился, кто нет. У нас хороший микроцикл длительный. Мы проведем этот микроцикл, и по итогам его уже поставим какой-то состав, который даст нам возможность победить в обороне на стуке. Еще вопросы? Сергей Александрович, после отчисления Кузьмина в центре поля сегодня его роль, можно сказать, в созидателе в центре поля креативщика принял на себя ребединка. Ну, не лучшим образом, можно сказать, сыграл. И можно сказать, что после ухода Кузьмина, хоть и много было нареканий к нему, особенно по части игры, без мяча, но у нас теперь таких игроков, именно соседатель в центре поля, ну, сведено к минимуму их количество на оставшиеся два тура всего, но все-таки. Да, вам надо быть внимательными к словам, к моим словам, к своим словам. Слово отчисления вы от кого слышали? Ну, это... Смотрите, вы не можете ответить на ваш вопрос, я отвечу. Вы не можете на мой ответить, я на ваш отвечу. Его с нами нет, он не готовился к этой игре по двум причинам. Первая причина – уровень самоотдачи футболиста не соответствовал общему уровню самоотдачи всей команды в целом. И даже если он хороший футболист, он достаточно обученный и умелый футболист, но он не бьется за факел, не бьется за команду, не бьется за всех, то, наверное, лучше, чтобы мы прошлись без него. И вторая проблема – у него постоянно травма, мы ему сказали, что тебя впереди ждет хорошее будущее, у тебя есть возможность подготовиться к следующему сезону, занимайся, готовься. Спасибо.